МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Огнинск ТВ Новости. В студии Дарья Человекова и Ильхам Нигматуллин. Сегодня в выпуске. Большой юбилей большого ученого. Коллеги поздравили с 80-летием академика Рудольфа Алексахина. Все флаги в гости к нам. Международный молодежный фестиваль с участием представителей 14 стран прошел в Огнинске. Борются с сыростью и плесенью. Жители микрорайона Гагарин в Балабаново требуют от застройщика Плеспечпром устранения недоработок, допущенных при строительстве. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В минувший четверг отметил свой 80-летний юбилей известный специалист в области радиоэкологии и радиационной безопасности академик Рудольф Алексахин. Ученого в этот день поздравляли друзья и коллеги представителей Российской Академии Наук, Федерального агентства научных организаций России, администрации города Обнинска. Член Российской Академии Наук, академик Национальной Академии Аграрных Наук Украины, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации. И это далеко не все регалии Рудольфа Алексахина. А более 40 лет назад он начал работу в Обнинском Всероссийском научно-исследовательском институте сельскохозяйственной радиологии и акроэкологии. Его научная деятельность самым непосредственным образом связана с городом Мирного Атома. Первое – это его кровная связь с нашей атомной отраслью, которую он отдал более 50 лет своей жизни, обеспечивая экологическую безопасность. Второе – это, конечно, связь с нашим институтом. И третье – это, конечно, самое главное – это наука, которая является стержнем всей деятельности Рудольфа Михайловича. Мы все гордимся нашим городом и его любим. Но я бы хотел сказать, что немного в городе Обнинске есть людей, которые по праву могут являться и являются и признаны, ну, можно сказать, символами города. Под его руководством выполнены обширные исследования по изучению закономерности миграции радионуклидов в окружающей среде и действий ионизирующих излучений на природные и аграрные экосистемы. Рудольф Алексахин – участник и руководитель работ по ликвидации последствий аварии на производственном объединении «Маяк». Автор многочисленных рекомендаций по реабилитации радиоактивно загрязненных территорий. Даже в день празднования юбилея работы у Рудольфа Михайловича на первом месте. Он представил участникам встречи пленарный доклад. Я не думаю, что человек будет так решать проблемы, что на первом месте будут деньги, а потом уже вся экология. Но я думаю, что человек достаточно разумен понимать, что на первом месте при выборе электрогенерации является именно экология. На данный момент Рудольф Михайлович является сотрудником госкорпорации «Росатом». Работает над одним из главных современных мировых проектов в ядерной энергетике. Это замыкание геодерно-топливного цикла. В этом плане программа работает, есть программа «Прорыв». Я имею честь, что там работает. Тут наш в Нейрай тоже принимает участие. Нам, думаю, что эта работа весьма интересная, весьма плодотворная и перспективная. На мероприятии, посвященном 80-летию Рудольфа Алексахина, присутствовали далеко не только сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной радиологии и акроэкологии, ну и ученые со всей России. И каждый из них хотел лично поздравить основоположника лесной радиологии. Для меня Рудольф Михайлович совершенно удивительно загадочный человек, отмеченный Богом многими талантами. Рудольф Михайлович является лауреатом государственных премий СССР и России. Награжден Орденом Дружбы Народов, Орденом Почета, Ведомственным Орденом Ефим Павлович Славский, золотыми медалями Вернадского, Тимофеева Рисовского, Кличковского, Вавилова, Рамзаева, премиями имени Сукачева, Вильямса. Отметила труды известного ученого и организация, занимающая лидирующее положение на мировом рынке ядерных технологий. На праздновании юбилея Рудольф Алексахин был награжден знаком отличия госкорпорации «Росатом». Уже не в первый раз с различными проблемами обращаются в редакцию нашей программы жители микрорайона Гагарин из города Балабаново. В этот раз звонок поступил от жителей дома номер 35 этого микрорайона. Супруги Болтнева однокомнатную квартиру купили в ипотеку и радовались собственному жилью. Однако вот уже третью зиму молодая семья вынуждена бороться с сыростью и плесенью в новой квартире и добиваться от застройщика ЗАО «Плитспичпром» устранения недоработок, допущенных при строительстве. Холодный пол, сырость и плесень, которая образовывается на стенах квартиры, пластиковое окно, пришедшее в негодность – таковы условия проживания молодой семьи, взявшей в ипотеку квартиру в микрорайоне Гагарин. Уже три года отец семейства Юрий Болтнев добивается справедливости. За жилье платить еще 10 лет, а жить там практически невозможно уже сейчас. Утро его супруги начинается с уборки мокрых луж, которые образовываются в результате стекания влаги по стенам. Результат – ламинат вздулся, а на обоих – плесень. От такой качественной постройки здания застройщиком ЗАО «Плитспичпром» трехлетний ребенок заработал аллергию на поселившийся в квартире грибок, неоднократно лежал в больницах с бронхитом и даже с пневмонией. Приходили эксперты от застройщика, посмотрели здесь, делали заключения свои и пришли к тому выводу, что соседняя квартира находится подо мной, она не отапливается. В квартире снизу никто не живет. Хозяйка помещения наотрез отказалась включать отопление, даже если оплата за него будет производиться за счет управляющей компании. Прошлую зиму мы только переписывались с этим собственником, с этой женщиной, с управляющей компанией, с застройщиком. Ну и в конце концов только были одни переписки. Никаких действий, скажем так, не было, ничего не было сделано. И если проблему холодных полов застройщик спихнул на неотапливаемую квартиру снизу, то над устранением сырых стен обещал подумать. Думает уже три года, а дом, кстати, до сих пор находится на гарантии. Жалобы в управляющую компанию тоже пока не увенчались успехом, хотя ее сотрудники признают, что постройка здания выполнена некачественно и всячески обещают помочь молодой семье. Нужно смотреть с фасада, почему получается данная ситуация. Застройщикам я отправил разрешение, они должны подъехать, посмотреть, как, что. Они приедут и будут думать, что в данной ситуации делать. Просто сейчас, как бы, вы сами видите, что и погодные условия не позволяют скрыть фасад, посмотреть, как только... Не знаю, сейчас будем думать, как уходить из данной ситуации. Здесь явно видно, что промерзание. Как оказалось, от такой некачественной постройки здания в микрорайоне Гагарин страдает не одна семья Болтневых. Жительницы этого же подъезда тоже дышат сыростью и плесенью уже не один год. С момента поселения в эту квартиру мы сначала не знали, а потом уже чувствую, что какая-то сырость в квартире откуда, где что, отодвинули диван, диван в воде стоит, и вся стена вот эта вот прилегающая к дивану мокрая. Мы устали, конечно, устали от этого. А как избавиться от этого, понятия не имею. Жильцы надеются, что застройщик зао Плитспичпром все же прекратит отделываться только обещаниями и устранит проблемы. И тогда маленький сын супругов Болтневых перестанет, наконец, болеть. Яна Гончаренко, Алексей Резвых, Обнинск ТВ О событиях, пополнивших хронику происшествий последних дней, расскажем в нашем следующем сюжете. Нешуточная борьба из-за двух коробок конфеты восстановления справедливости развернулась в сетевом супермаркете на улице Липунского. И это произошло вечером 13 декабря. Молодой человек, уже имевший криминальное прошлое, снова встал на скользкую дорожку. Зайдя в торговый зал, мужчина спрятал за пазуху две коробки шоколада и пытался покинуть помещение. Но смелый и сплоченный коллектив магазина задержал сладкоежку до прибытия сотрудников полиции. В ночь с 14 на 15 декабря на одном из строящихся объектов города Обнинска, расположенном на проспекте Маркса, произошла кража. О происшествии заявили сотрудники строительной бригады. По их словам, предыдущим вечером около 19.00 они закрыли два рядом стоящих вагончика. А утром обнаружили, что замки на них повреждены и сбиты. А из помещений злоумышленники выборочно похитили электроинструменты и тепловые счетчики. Стоимость украденного составила 600 тысяч рублей. Что удивительно, объект находился под охраной, но сторож, который дежурил в ту ночь, ничего не слышал, ничего не видел. Этим же днем на улице Гагарина произошла авария. Водитель за рулем автомобиля марки «Опель», маневрируя задним ходом со стоянки, не заметил, что на противоположной стороне припаркован мини-фургон «Фольксваген». Это ДТП обошлось без пострадавших. В 17.00 на улице Пионерский проезд разделить дорожную полосу не смогли «Фиат» и «Кия». И у каждого водителя своя версия случившегося. Владелец автомобиля марки «Фиат» пояснил, что женщина за рулем «Кия» разговаривала по телефону и, видимо, не рассчитала траекторию движений и зацепила его. Другая участница аварии говорит, что двигалась со скоростью 40 км в час и предполагает, что неправ водитель маршрутки. А какова была история на самом деле, расследуют стражи порядка. Разобраться им предстоит и еще в одном запутанном ДТП, которое произошло буквально через час на перекрестке улиц Мира Ленина. Избежать столкновений не удалось отечественной легковушки автомобилю марки «Део». К счастью, аварии не повлекла за собой человеческих жертв. Дарья Человекова, Николай Подлипалин, телекомпания «Обнинск ТВ». В воскресенье 18 декабря в Обнинском городском музее пройдет встреча, посвященная памяти известного российского радиобиолога и генетика Николая Владимировича Тимофеева-Рисовского. Ученый, стоявший у истоков современной популяционной и радиационной генетики, более 10 лет прожил в Обнинске. Именно ему посвящен роман Даниила Гранина под названием «Зубар». В рамках встречи планируется выступление коллег и учеников Тимофеева-Рисовского. В числе приглашенных его биограф Анатолий Терентьев, а также ученый-биофизик Симон Шноль. Начало встречи в 13 часов. Приглашаются все желающие. 17 декабря в Обнинске пройдет предновогодний семейный фестиваль под названием «Дом, в котором живет счастье». В рамках события здесь состоятся мастер-классы и семейные квесты в планах организаторов и обширная детская игровая программа. Вход для гостей праздника бесплатный. На фестивале будет осуществляться сбор пожертвований для приобретения подарков пациентам детского отделения онкогематологии Калужской областной больницы и подопечных фондах «Хоспис детям». Открытие фестиваля состоится в полдень в торговом центре по адресу улица Красный Взорь, дом 16, пятый этаж. Международный фестиваль молодежи «Все флаги в гости к нам» состоялся в Обнинске накануне. Участие в нем приняли представители полутора десятков государств, которые сейчас учатся в Обнинском ИАТ. Иностранные студенты знакомили друг друга и гостей Дома культуры, ФИИ с культурными и гастрономическими традициями своих стран. Екатерина Замахина продолжит. Конечно, до московского Рудуэна, где учатся студенты из 250 стран мира, ИАТ еще далеко. Но и Обнинский филиал МИФИ по праву можно назвать многонациональным. В традиционном фестивале «Все флаги в гости к нам», который организовывает ВУЗ, в этот раз приняли участие студенты из 14 государств, включая Россию. Историю своей страны молодые люди рассказывали в том числе и при помощи языка кулинарии. К примеру, за этим столом нам презентовали национальную еду Южно-Африканской республики Замбия. Русская еда не сильно отличается от еды в Замбии. Большинство ингредиентов те же. Да, она не сильно отличается. Что тебе нравится в русской кухне? Курица. А борщ? Да, очень nice. Очень, очень. Пусть по составу еда замбийцев не сильно отличается от русской, но что-то особенное в этих угощениях все-таки было. Стенд Замбии пользовался на фестивале особой популярностью. Возможно, и потому, что этот народ очень общительный и дружелюбный. А еще замбийцы любят и умеют танцевать. Свои таланты они демонстрировали в этот вечер на сцене, с которой их провожали шквалом аплодисментов. Представители каждого государства получили памятные дипломы фестиваля. В церемонии вручения приняли участие проректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Николай Дмитриев и ректор ИАТЭ Татьяна Леонова. Приветствовал новых жителей Обнинска и заместитель главы администрации города. По экономическому развитию Геннадий Ананьев. И мы будем делать все возможное для того, чтобы наш город вас радовал. И я хочу, чтобы этот город вам нравился. Мы вас очень любим. Екатерина Замахина, Алексей Резвых, Обнинск ТВ. Напоминаем, в субботу, 17 декабря, в Обнинске стартует и первый образовательный проект Центра молодежной журналистики, участниками которого могут стать учащиеся старших классов общеобразовательных школ, а также студенты и молодые специалисты. Обучение в рамках проекта будет проходить в двух форматах. Это лаборатория знаний, интерактивные занятия и мастер-классы по основам журналистики от известных в городе и регионе журналистов, а также творческая мастерская с возможностью применить свои знания на практике, которую участникам проекта предоставляет на базе телерадиокомпании Обнинск ТВ. Набор участников проводится по итогам творческого конкурса, который состоится 17 декабря в 12 часов в Обнинском молодежном центре по адресу Проспект Маркса, 62. Чтобы участвовать в творческом конкурсе, следует подать заявку и заполнить анкету. Форма заявки анкеты размещена в группе ВКонтакте. Три финалиста, которые наберут наибольшее количество баллов по результатам отборочных испытаний, смогут стать участниками проекта абсолютно бесплатно. Телефоны для справок 8 910 545 1445 и 583 85 51. И это все, о чем мы и наши коллеги хотели рассказать вам сегодня. Напоминаем, программа новостей выходит на телеканале Обнинск ТВ пять раз в неделю по будням в 19.00. Вы также можете посмотреть выпуск новостей на интернет-сайте телекомпании на нашей страничке в социальных сетях. Мы желаем вам всего доброго и прощаемся до понедельника. Хороших выходных!